В нашем примере есть два детерминанта. Один — это составной ключ ID задачи и ID исполнителя, и другой — это просто ID записи. При этом может возникнуть ситуация, когда несколько одинаковых значений для пар ID задачи и ID исполнителя соответствуют различным ID. И такая аномалия может возникнуть в отношении, приведенном к третьей нормальной форме, поскольку оно не предъявляет никаких требований к взаимодействию между потенциальными ключами. В этом же случае мы увидим, что детерминант ID задачи и ID исполнителя не будет являться потенциальным ключом. Для того, чтобы решить данную проблему, мы можем убрать лишние детерминанты. В данном случае у нас все атрибуты, которые являются зависимыми в отношении, зависят как от ID, так и от пар другого потенциального ключа ID задачи и ID исполнителя. Соответственно, мы можем просто убрать ID из нашего отношения, таким образом свести список потенциальных ключей, которые есть в нашем отношении, к одному, к одной паре. ID из ID задачи и ID исполнителя. После преобразований у нас останется один единственный первичный ключ, который является детерминантом для всех остальных атрибутов, который полностью функционально зависит от данного атрибута. И, соответственно, наше отношение теперь находится в нормальной форме боиса кода, и в нем нет аномалий, связанных с составными первичными ключами.